236 лет Владикавказу. День города в столице отметили фестивалем остинских пирогов, нардскими играми и спортивными состязаниями. Праздничные площадки развернули на набережной. В торжествах участвовал глава Северной Осетии Вячеслав Бетаров. Все мероприятия организовали с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Алина Хасаева расскажет подробнее. Пекари замешивают начинку для остинских пирогов. Тут же рядом из печи достают уже готовые, с пылу, с жару. Спустя уже минуту пирог могут дегустировать гости праздника. Традиционное национальное блюдо готовят сразу на нескольких площадках. С сыром, картошкой, мясом, яблоком. Довольны остались даже самые взыскательные гурманы. Для участников фестиваля пирогов это самая высокая награда. Готовим осинские пироги с начинкой из яблова. Не странно то, что сейчас такое время, и он даже очень важен для нашего города. Гастрономические площадки – главный пункт праздника. Здесь гости смогли попробовать блюда самых разных национальностей. Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Греция. Свою продукцию представили и местные производители. Мясные, колбасные изделия. А лейтмотивом праздника стал урожай осени. Фотозоны в деревенском стиле пришлись по душе и самым маленьким горожанам. На праздничных площадках можно не только продегустировать продукцию, но и попробовать сделать что-то своими руками. К примеру, сплести национальную осинскую косынку или же вышить орнамент к ней на свой вкус. Здесь же выставка народных промыслов. Свои работы представили и осинские мастера. Скифские боевые топоры – изделия из войлока, которые делают прямо на глазах у гостей. Среди площадок есть и благотворительные. Мы подготовили благотворительную акцию и собранные средства будут направлены в фонд для Зарины Бадоевой. Взяли фрукты со своего сада, также фрукты предоставил Дегуста СПК и проект Капа Купа предоставил сумки и овощки. Маленькие джигиты смогли испытать себя в бою нартов, а рядом любители национальных танцев смогли показать свое мастерство. Всем гостям праздника у входа проводили термометрию, раздавали маски и обрабатывали руки антисептиком. Несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку, по словам гостей праздника, оставаться в стороне в такой важный день не смогли. Вообще так здорово, все продумано, все так красиво. Настоящий праздник устроили для нас. Отлично, очень приятные впечатления, мне очень нравится. На праздничных площадках побывал глава республики Вячеслав Бетаров. Познакомился с продукцией сельхозпроизводителей, пообщался с представителями национальных сообществ. Они в свою очередь поблагодарили главу за теплое отношение и готовность всегда помочь. Хотим выразить благодарность вам, Вячеслав Бетарович, за правильную политику в отношении всех национальных культурных центров. Не только к таджикам, но таджики уже хотят лично вас поблагодарить за то, что во время пандемии вы протянули руку помощи. Второй год в программе праздника – футбольный турнир среди детских спортивных школ. За кубок клуба «Алания» соревновались четыре команды. Памятные награды победителям вручил Вячеслав Бетаров. Праздничная программа в этом году сокращена, площадок меньше, чем обычно. Глава подчеркнул, впечатление от этого не меньше. Хочу поздравить всех горожан с Днем города. Мы планировали День республики, День города провести в этом году более массово, с распространением на все районы республики. Но, к сожалению, пандемия все планы наши нарушила. Но все равно решили отметить сжато мероприятие, проходят сегодня только здесь, на набережной Тереха. А так планировалось, конечно, по всему городу. Все сделаем для того, чтобы пандемия остановилась, и мы могли проводить праздники более широко. Праздник закончился, но яркие впечатления надолго останутся в памяти у гостей и жителей республики. Алина Хасаева, Алан Суанов, Новости Осетии.